Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о семейном кодексе. Это, на мой взгляд, тот кодекс, который касается каждого из нас. Поскольку вступаем мы в брак или не вступаем мы в брак, все равно отношения, которые возникают у нас в нашей семье, с родителями, с детьми, с супругами между собой, регулируются семейным кодексом. На мой взгляд, нет таких людей, которого бы так или иначе не коснулся семейный кодекс. Поэтому я полагаю, что данные уроки будут интересны для многих, в частности, для всех, я думаю, не просто для многих, а для всех. Постараюсь, чтобы эти уроки были для вас и интересны, и полезны. Прежде чем перейти непосредственно к изучению самого кодекса и начать говорить о нем, мне бы хотелось немножечко обратиться к истории. Семейные отношения во все века были урегулированы различными уложениями. В частности, как историки относят, впервые упоминание, попытка урегулировать семейные отношения относит к так называемому «стоглаву» в России. Это 1551 год. Это свод церковных законов. Тогда, вы знаете, браки существовали только церковные. Это свод церковных законов, который предпринимает попытку урегулирования семейных отношений. В 1649 году было принято уложение, которое также регулировало семейные отношения. В период правления Петра I семейные отношения регулировались издаваемыми им указами. В частности, в 1714 и в 1722 году были изданы указы, которые регулировали семейные отношения. Таким моментом, на мой взгляд, интересным было в одном из этих указов положение о том, что дворянские дети не должны были вступать в брак, мужчины так осталось вступать в брак, до тех пор, пока они не получили образование. Тем самым, законодательно, Петр I хотел закрепить, во-первых, чтобы молодые люди получали образование, и чтобы вступали в брак, уже имея какую-либо специальность, образование, и таким образом были учеными-мужьями. В 1684 году, вы знаете, в России была проведена огромная судебная реформа. И, в частности, семейные отношения тоже были урегулированы таким законом, который назывался «О правах и обязанностях семейных». И вот этот закон о правах и обязанностях семейных, он действовал вплоть до 1917 года. В тот период времени тоже существовали, вы знаете, только церковные браки. Церковные браки заключались в церкви, и расторжение этих браков не предполагалось. Брак мог быть расторгнут в единственном случае, если один из супругов мог заподозрить и доказывал прелюбодеяние другого супруга, только в этом случае браки расторгались. В 17-м году, вы знаете, в октябре 17-го года произошла Октябрьская революция. И после Октябрьской революции, сразу же в первые месяцы, буквально после совершения этой Октябрьской революции, новое правительство, советское правительство, издало ряд декретов, которые регулировали семейные правоотношения. В частности, в 17-м году был издан декрет о гражданском браке, детях и о ведении книги актов о гражданском состоянии. Впервые в декабре 17-го года эти декреты установили в стране такое положение, что признаются действительными те браки, которые заключаются в органах записи актов гражданского состояния. Наряду с этими браками существовали еще и церковные браки, но, тем не менее, с 17-го года вводится такое положение, и оно существует у нас до настоящего времени. В 18-м году уже принимается первый семейный кодекс, который предусматривает уже и условия вступления в брак, и определяет в некоторой степени правовое положение имущества супругов. В январе 1927 года принимается семейный кодекс, который называется «Контакс законов браки, семьи и опеки». Здесь уже говорится не только о семье, но еще и говорится об опеке, об опекунах, и он уже по сравнению с кодексом 1918 года закрепляет более широкие положения. И этот кодекс, вот этот 1927 года, особое место уделял имущественным отношениям супругов и опеки. Следующий кодекс, который был принят, это уже, можно сказать, третий кодекс, был принят в ноябре 1969 года. Этот кодекс уже был, ну, большим кодексом, который регулировал уже все отношения, и отношения и имущественные, и личные неимущественные отношения, и отношения детей и родителей. Говорилось в нем об опеке и попечительстве. То есть он был практически, вот, имел такую же структуру практически, как ныне действующий семейный кодекс. Тот кодекс назывался кодексом законов о браке или семье, или сокращенно КОПС. Этот кодекс с 1969 года просуществовал у нас вот до принятия этого кодекса, семейного кодекса, который вступил в силу с 1 марта 1996 года, и действует по настоящее время. То есть, если говорить, значит, о том, что этот кодекс существует уже в течение 10 лет, то есть это достаточно, скажем так, серьезный возраст для кодекса, и можно говорить о том, что он, в общем-то, действует с успехом. Этот семейный кодекс уже основывался на Конституции 1993 года, который у нас было принято, и принимался в развитии тех, значит, правоотношений, которые к тому времени возникли в обществе. Этот семейный кодекс, ныне действующий семейный кодекс, уже принимался с учетом вот сложившихся отношений в нашем обществе. И он повторяет ряд положений Конституции, как бы закрепляя их вот в этой области, в частности, в области семейного права. Итак, называется он «Семейный кодекс Российской Федерации». О нем мы сегодня будем говорить, о нем, значит, будет идти речь. Семейный кодекс Российской Федерации с момента его принятия до сегодняшнего времени протерпел несколько изменений, то есть в него вносились изменения и дополнения. Значит, в 97-м году 140-й федеральный закон внес в него изменения и дополнения. В 98-м году 94-й федеральный закон внес в его изменения и дополнения. И последние изменения были 28 декабря 2004 года. Федеральным законом номер 185 были внесены последние изменения в этот кодекс. В этом кодексе, в новом семейном кодексе, я уже сказала, он, в общем-то, основывается на прежнем семейном кодексе, однако в него введен ряд новых положений, тех, которые прежнее законодательство не знало. В частности, такое понятие введено как брачный договор. Это новое положение в семейном кодексе, в семейном законодательстве. Впервые введены, закреплены положения возможности субсидиарного применения к семейным отношениям норм гражданского законодательства, а также о применении их к семейным отношениям. То есть, кроме регулирования отношений непосредственно законом, непосредственно кодексом, эти отношения регулируются еще и соглашением сторон. Это очень важный момент. Очень большое внимание в этом кодексе уделено правовому положению детей, их правам и обязанностям, алиментным обязательствам и ряд других положений, новых положений, о которых мы поговорим в ходе нашей этой лекции. Итак, что же такое семейное законодательство? Надо сказать, что семейный кодекс, что такое вообще семья, семейный кодекс не дает понятия, вот самого понятия семьи, поскольку вы знаете, что понятие семьи встречается в ряде кодексов, и других в том числе встречается и, допустим, в жилищном кодексе, и там несколько иное понятие семьи. Значит, в семейном кодексе иное понятие семьи, в гражданском кодексе иное. Общего такого емкого понятия до сего времени не дано, и кодекс тоже не дает этого понятия семья. Но, тем не менее, он закрепляет основные принципы, на которых эта семья, как говорится, действует, живет и развивается. Итак, семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находится под защитой государства. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувство взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственными осуществлениями членов семьи своих прав и возможности судебной защиты этих прав. Итак, кодекс здесь, в общем-то, перенес положение нашей Конституции в первую статью, перенесены положения Конституции в первую статью кодекса, в которой говорится, что семья у нас находится под защитой государства. Это является основополагающим, но, однако, семья – это очень тонкая материя, и поэтому в законе говорится о том, что государство вмешивается в регулирование семейных отношений только в случае необходимости, когда это нарушает законные права и интересы кого-либо из членов семьи, или когда это может принести какой-то ущерб здоровью или имуществу или кого-либо из членов семьи. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. Это очень важное положение, и мы об этом поговорим более подробно. Поскольку государство говорит о том, что оно берет семью под свою защиту, то оно и говорит, что защищаются только те отношения, которые зарегистрированы в органах записи актов гражданского состояния. В настоящее время в нашем обществе, к сожалению, распространилось такое явление, так называемое, не знаю, к сожалению или к счастью, когда как получится, я просто сейчас приведу несколько примеров, и каждый для себя решит, к сожалению это или не к сожалению. Такое понятие, как гражданский брак. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что такого понятия в законодательстве, как гражданский брак, его не существует. На юридическом языке это называется просто сожительство. То есть если мужчина и женщина проживают вместе и не зарегистрировали свои отношения в органах записи актов гражданского состояния, проще говоря, в ЗАГСе, то эти отношения называются сожительством. И вот эти отношения, не зарегистрированные семейным кодексом, о котором мы сегодня говорим, регулироваться не будут. Они могут быть... Некоторые отношения, допустим, имущественные, могут быть урегулированы на основании гражданского кодекса, но это, как говорится, уже другая тема. Главное, когда люди вступают вот в такие отношения, все-таки они должны для себя определиться, заключают они брак или не заключают. Но должны знать, что если они не заключают брак, то их отношения не пройдят никаких правовых последствий. Из судебной практики, вот мне, например, вспоминается такой пример, когда мужчина и женщина проживали вместе, и женщина должна была родить ребенка. Однако брак они свой не зарегистрировали. Проживали они в квартире вместе с матерью вот этого мужчины, и мать не очень хотела, чтобы эти отношения были зарегистрированы, вообще не очень принимала, так скажем, свою потенциальную сноху. Ну, поскольку проживали, отношения были, в общем-то, между ними нормальные, ждали ребенка, не спешили с заключением брака. Или по каким-либо причинам не хотели, в общем-то, сейчас трудно сказать. Во всяком случае, потом случилась такая ситуация, что мужчина неожиданно умер. И после его смерти вот эта женщина, которая должна была через два месяца родить ребенка, она оказалась просто фактически на улице, поскольку потенциальная свекровь, которая и так ее не любила после смерти сына, просто указала ей на дверь. И, в общем-то, здесь в данном случае она была права, поскольку после смерти своего сына она стала наследницей и той квартиры, и того имущества, которое было нажито. Женщина накануне рождения ребенка оказалась просто-напросто на улице, без, как говорится, средств к существованию, и без какого-либо имущества, и, самое главное, без крыши над головой. Ситуация усугублялась еще и тем, что в том городе, в котором все это произошло, у нее не было никакого другого жилья, она приехала туда из другого города и не могла здесь, в общем-то, никому больше обратиться. То есть ситуация оказалась плачевной. Если бы прежде чем решить вопрос о том, что вот у этих людей будет ребенок, все-таки они зарегистрировали бы свой брак, то вопрос решался бы очень-очень просто. Женщина пошла бы в органы записи актов гражданского состояния, зарегистрировала ребенка на основании свидетельства о браке. Даже ребенок, который даже еще не родился, он бы наследовал после смерти своего отца, так же, как и она, как жена, наследовала после смерти своего отца имущество, и отношения были бы совершенно бы иными, совершенно иначе бы все складывалось. Поэтому вот я еще раз подчеркиваю, что только те отношения, которые зарегистрированы в органах ЗАГС, только они регулируются действующим семейным кодексом. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенство прав супругов в семье, разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи. Семья – это продукт длительного исторического развития, как я вам уже говорила, и брачно-семейные отношения – это отношения, основанные на браке и родстве, и объединяющие между собой лиц, связанных родственными или либо брачными узами. Защита семьи имеет комплексный характер, и, как я уже сказала, защите подлежат только те отношения, которые зарегистрированы в органах записи актов гражданского состояния. Один еще из основных принципов вступления в брак – это добровольность брачного союза мужчины и женщины. Никто не может принудить второго супруга вступить в брак помимо своей воли. Если такое по каким-либо причинам произойдет, то такой брак будет признан судом недействительным, поскольку добрая воля – это как бы основа брачных семейных отношений. При этом независимо, независимо от того, каким образом будет подавлена воля лица, вступающего в брак. Допустим, это может быть состояние очень сильного алкогольного опьянения или наркотического опьянения, когда человек не понимает, что он делает. Вступление в брак в таком состоянии не допускается. И я повторяю, этот брак будет признан недействительным. Наш семейный кодекс также не допускает двоеженства и двоемужества. У нас признается действительным только один брак. Если лицо, находящееся уже в браке, вступит в другой зарегистрированный брак, зарегистрирует другой брак в ЗАГСе, то такой брак, последующий брак, один или все последующие браки будут признанными недействительными. Конечно, у нас не так давно, в прошлом году, по-моему, проходила очень бурная дискуссия в Государственной Думе, когда предлагалось ввести в нашей стране, как и в ряде мусульманских стран, разрешение иметь несколько жен. Однако, я думаю, к счастью, этого не случилось. Хотя сейчас часто бывают такие моменты, когда по телевизору показывают, когда у одного мужчины, как он говорит, вот у меня несколько жен. Но, тем не менее, тут надо, как юристы, подходить к этому вопросу должны таким образом. Жена у него только одна, та, с которой он зарегистрировал свои отношения в ЗАГСе. Все остальные будут называться сожительницами. И поэтому их правовое положение будет, по сравнению с той женой, с которой брак зарегистрирован, несколько ущемлено. Еще один из основополагающих принципов семейного законодательства – это разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Это как бы основа семейных отношений. И мы будем в дальнейшем говорить об этом, что все, что касается семьи, люди могут решить добровольно различными соглашениями. Соглашением, допустим, о режиме имущества, соглашением о алиментных обязательствах и рядом других соглашений. Тогда, когда стороны не достигают соглашения, в этом случае тогда уже вмешивается государство. И уже регулирует отношения на основании других нормативных актов. Или регулирует это каким-то волевым вмешательством, в частности судебным разбирательством этого дела. Семья находится в таком автономном режиме, государство старается в него без необходимости не вмешиваться. Очень большое значение придается, как я уже говорила, воспитанию детей. Семейное воспитание детей является приоритетным. В случае передачи детей, оставшихся без попечения родителей, в случае решения их судьбы, передача детей на воспитание в семью по сравнению со всеми другими способами воспитания этих детей является приоритетной. Потому что полагается, и в общем-то я думаю, что совершенно справедливо, полагается, что воспитание в семье является одним из самых приоритетных воспитаний. Субъектом семейных правоотношений могут быть только граждане. Причем, значит, эти граждане мужчина и женщина. К счастью, в нашей стране однополые браки нынешним семейным кодексом запрещены. Семейное законодательство, сам семейный кодекс, он регулирует только основополагающие моменты. Ряд моментов регулируется административными актами. В частности, порядок заключения брака. Он регулируется административным актом, в котором подробно регламентируется процедура заключения брака. Кодекс регулирует не только личные неимущественные отношения, он также регулирует и имущественные отношения. Это отношения по поводу приобретенного имущественных отношений, это отношения по поводу, допустим, алиментных обязательств, или по поводу приобретенного в браке или до брака имущества супругами. Личные неимущественные отношения – это те отношения, которые возникают, допустим, по поводу выбора профессии, по поводу избрания тем или иным супругом фамилии и оставления себе или не оставления этой фамилии после расторжения брака. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. В том случае, если каким-либо образом будет это вмешательство, вот по этим признакам, которые я назвала, то в этом случае вмешивается государство и не допускает, чтобы каким-либо образом происходило это вмешательство. Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи. Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, условия прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные, неимущественные и имущественные отношения между членами семьи, супругами, родителями и детьми, усыновляемыми и усыновителями. В случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами. Семейное законодательство определяет форму и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, семейное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. К имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, неурегулированным семейным кодексом и семейным законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. Это положение следует несколько разъяснить. Существует, если гражданское законодательство применяется к семейным отношениям только в той мере, если оно не противоречит существу самих семейных отношений. Семейные отношения, я говорила, уже настолько тонкой материи, что кодекс, конечно, не может полностью до конца отрегулировать их, все эти отношения. Поэтому иногда приходится перебегать к таким способам, как регулированные этих норм другими нормами права. В случаях, если отношения между членами семьи неурегулированы семейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующего указанные отношения, к этим отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейного или гражданского права, регулирующие сходные отношения. Это так называемая аналогия закона. При отсутствии таких норм права и обязанности членам семьи определяется, исходя из общих начала и принципов семейного законодательства или гражданского права, аналогии права, а также принципов гуманности, разумности и справедливости. Ну вот следует сказать о том, что законы аналогии права впервые в этом кодексе применяются впервые. В ранее действующем семейном кодексе такого понятия не было. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора. Надо сказать, что это положение тоже в связи с тем, что Россия вступила в ряд международных договоров, приоритетными в семейных отношениях являются нормы международного права. Если они находятся в противоречии с ныне действующим семейным кодексом, то отношения возникающие, значит, семейные отношения будут регулироваться нормами международного права. Продолжение следует... Осуществление членами семьи своих прав и исполнениями своих обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. Семейные права охраняются законом за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с назначением этих прав. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, государственными органами и органами опеки и попечительства. Так, в частности, суды общей юрисдикции принимают исковые заявления о расторжении брака и рассматривают эти дела. Гражданско-процессуальный, например, кодекс предусматривает, что при подаче искового заявления об алиментах, значит, лицо, подающее это заявление, освобождается от уплаты государственной пошлины. И эта государственная пошлина взыскивается потом с того лица, с которого взысканы эти алименты. На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется. Об исковой давности в семейных отношениях следует поговорить особо. Норм регулирующих исковую давность, то есть, что такое исковая давность, я думаю, вы знаете, это право обратиться за защитой своих нарушенных интересов в определенные сроки. Так вот, на требования, вытекающие из семейных отношений, это исковая давность не распространяется. Единственное, о чем говорится в семейном кодексе, это то, что к разделу имущества применяются общие нормы гражданского права, и они закреплены в семейном праве. Они говорят о том, что на это распространяется срок исковой давности в течение трех лет. Причем, тут нужно знать, то есть, это тоже идет по общим нормам гражданского права, что срок исковой давности начинает течь с того момента, когда то или иное лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. На все остальные отношения, в общем-то, исковая давность не распространяется. В частности, алиментные отношения могут быть взысканы со второго супруга, тем супругом, с которым остается проживать ребенок после расторжения брака, в любое время после расторжения брака. То есть, это может быть как совместно с расторжением брака, так и в любое время. Здесь сроки исковой давности на эти отношения не распространяются. Итак, мы сейчас поговорим о том, каким образом заключаются браки в нашей стране, каковы условия заключения браков, ну и потом на следующих уроках поговорим о том, каковы условия прекращения этих браков. Итак, заключение брака. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Значит, вступление в брак, государственная регистрация означает, что государство гарантирует возникновение различных прав и обязанностей у супругов, вступивших в брак. И на сегодняшний момент, как я уже сказала, это единственный брак, который признается в нашей стране. То есть, брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния. Каков порядок вступления в брак? Прежде чем заключить брак, лица, вступающие в брак, подают заявление. Причем заявление должно быть совместным о желании вступить в брак. Подача самого заявления в ЗАГС еще не порождает никаких прав и обязанностей для тех лиц, которые подали это заявление. Закон устанавливает месячный срок для того, чтобы лица, которые подали заявление, могли продумать, насколько серьезно их намерение устанавливается. Насколько серьезно их намерение? Потому что вот такое беспечное и очень необдуманное вступление в брак, оно зачастую порождает и, в общем-то, очень быстрое расторжение такого брака. Достаточно сказать, что вот в нашей стране, например, на 100 заключенных браков регистрируется где-то около 70 разводов. То есть это очень большой процент расторжения браков. Поэтому серьезность моих намерений, вступающих в брак, должны будут, значит, обдуманы. Обязаны, вернее, обдумать. Не должны, а обязаны обдумать. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак. По истечении месяца со дня подачи ими заявления в органах записи актов гражданского состояния. Здесь вот два момента, на которые я бы хотела особенно обратить внимание. Я вот сказала, что заявление подается обоими вступающими в брак, обоими сторонами. Однако подача заявления может быть и осуществлена одним из желающих вступить в брак. При этом желание второго вступить в брак должно, может быть, нотариально заверено. И это вот его нотариально заверенное согласие на подачу заявления направляется в тот ЗАГС, где регистрируется брак. Но это бывает в тех случаях, когда, допустим, желающие вступить в брак проживают в разных городах. Вот они избрали для своего вступления в брак один из городов. Приехать, может быть, не очень удобно бывает, поэтому направляется такое заявление. Но это заявление, по обчеркиваю, должно быть обязательно нотариально заверено. И может быть принято только при подаче заявления. Однако регистрация, сама регистрация брака производится, как я уже сказала, вот сейчас только в личном присутствии. Нельзя вступить в брак ни по доверенности, ни чтобы какое-то взамен тебя лицо, делегированное тобой, заключило этот брак. Если личное присутствие одной стороны не может быть обеспечено, то в этом случае регистрация брака не может состояться. Для заключения брака необходимы взаимные добровольные согласия мужчины и женщины, вступающие в брак, и достижение ими брачного возраста. Здесь, значит, обращаю ваше внимание на то, что для заключения брака существует два обязательных условия. И эти два обязательные условия должны наступить одновременно. То есть это необходимое согласие двух сторон, как я уже говорила, понуждение в брак не допускается, и достижение обоими определенного законом брачного возраста. Если отсутствует хотя бы одно из условий, заключение брака не допускается. Брачный возраст установлен в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Итак, брачный возраст, я уже сказала, установлен в 18 лет. Но, возможно, исключительные случаи, при которых этот брачный возраст снижается. Причем такое право предоставлено органам местного самоуправления. Органы опеки и попечительства дают разрешение на такой брак. В законе написано в исключительных случаях. Перечень исключительных случаев законом не предусмотрена. Но, как показывает практика, исключительные случаи, это, как правило, беременность или рождение ребенка. Вот у меня имеются такие достаточно интересные статистические данные. По данным Комитета по делам семьи и молодежи, в 2004 году в Москве стали мужьями 57 юношей, не достигших возраста 18 лет. И 536 несовершеннолетних девушек вышли замуж в возрасте до 18 лет. При этом в этом же возрасте до 18 лет разводы состоялись у двух юношей и 11 девушек. Так, говорить о том, что хорошо это или плохо, что вот если, как говорится, брак заключается по беременности, я тут не берусь. Но могу сказать, что, опять же, по данным Комитета по вопросам семьи и брака, 85 детей в прошлом году, в 2004 году, были рождены от матерей моложе 15 лет. А в возрасте от 15 до 19 лет были рождены дети у 5177 и матерей. При этом только 55% из этих 5177 вступили в брак. Вот, видимо, по этим основаниям. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации. Законодательство также предусматривает обстоятельства, которые препятствуют вступлению в брак. Какие же эти обстоятельства, сейчас мы о них поговорим. Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрированном браке. Как я уже говорила, многоженство у нас не разрешается. Близкими родственниками, родственниками по прямой восходящей и нисходящей линиями, родителями, детьми, дедушкой, бабушкой и внуками. Полнородными и неполнородными, имеющих общего отца и мать, братьями и сестрами. Не допускается заключение брака между усыновителями и усыновляемыми. Лицами, из которых хотя бы одно лицо, признанное судом, недееспособным вследствие психического расстройства. Я хочу сказать, что все эти ограничения введены для защиты интересов семьи. В тех случаях, когда не допускается брак между родственниками, защищается здоровье семьи. Поскольку, вы знаете, многие наследственные заболевания передаются по этим попривым восходящим и нисходящим линиям. Именно поэтому это запрещено. Между усыновляемым и усыновителем из этических соображений, поскольку усыновляемый приравнивается к родным детям. И поэтому тоже запрещено. Но с лицом недееспособным это понятно, поскольку такое лицо не может понимать значение своих действий и руководить им. Поэтому такой брак и не допускается. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводят с учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту из жительства бесплатно. И только с согласия лиц, вступающих в брак. Результаты обследования лица, вступившего в брак, составляют медицинскую тайну. И могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование. Если одно из лиц, вступивших в брак, вскрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием признания брака недействительным. Ну вот, как вы уже, видимо, обратили внимание, что медицинское обследование является добровольным, а не обязательным. И на эту тему вот до сего времени, несмотря на то, что я уже говорила, кодекс действует три года, ведется длительная дискуссия. Многие полагают, что все-таки медицинское обследование должно быть обязательным. И действительно, вот последнее положение, о котором я сказала, один супруг может заразить другого венерическим заболеванием, но это, как говорится, еще полбеды они лечатся. А вот если он заразил его ВИЧ-инфекцией, вы знаете, что на сегодняшний момент эта болезнь не лечится. И то, что потом, впоследствии, такой брак признают недействительным, я думаю, тому, кто был заражен, от этого легче не станет. Поэтому и вот многие исследователи и ученые настаивают на том, что все-таки обследования медицинские должны быть обязательными. Второй супруг должен знать о тех заболеваниях, которые имеются у, как говорится, его потенциального партнера. И уже тогда, как говорится, с открытым забралом знать и решать, вступать ему в такое в брак или не вступать. Да, ВИЧ-инфекция не может являться препятствием для вступления в брак, но второй человек должен знать о том, что вот такая серьезная болезнь существует. Также и если один из супругов имеет тяжелое психическое заболевание. В моей практике мне приходилось расторгать браки по той причине, что после уже рождения детей второй супруг узнавал, допустим, в супругу узнавало, что ее муж имеет тяжелую форму шизофрении или эпилепсии. Причем узнавало это не от супруга, а после того, когда с ребенком случался психический припадок или у ребенка начинались замечаться психические отклонения. И тогда в ужасе начинало выяснять, откуда это взялось. И узнавало, что оказывается у мужа, там, допустим, и бабушка, и дедушка, и родители, в общем-то, страдали психическими заболеваниями. И эти психические заболевания передались ему по наследству. К сожалению, он передал это психическое заболевание и вот их общему ребенку. Поэтому я вот тоже была бы сторонником того, что все-таки перед вступлением в брак медицинское обследование было бы обязательным. Тогда бы уже супруги знали, какие последствия можно ждать, поскольку все-таки брак, он в основном заключается для того, чтобы создать семью, воспроизвести самого себя. И если ты не знаешь, как говорится, какое здоровье у партнера, то, в общем-то, ты рискуешь, не зная, произвести не очень здоровое потомство, проблемы с здоровьем которого потом будут в дальнейшем очень ощутимы. Вот это те условия, на основании которых заключается брак. Как и каким образом и почему он прекращается, об этом мы с вами поговорим на следующем уроке, на следующей лекции. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»